Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Разлом с Андреас 2015 года Рэй – пилот спасательного вертолёта, который всю свою жизнь помогал другим людям. За всё время работы он насмотрелся на множество жутких вещей и не раз оказывался в очень сложных ситуациях. Несмотря на все преграды, он спешил на помощь, даже не предполагая, что самое страшное ждёт его впереди. Токийская невеста Амели полна надежд начать новую жизнь. Она едет в Японию, в страну своего детства, чтобы найти вдохновение и написать книгу. На новом месте девушка даёт объявление о частных уроках французского языка, и её первым и единственным учеником становится Ринри – очаровательный молодой человек, с которым они вскоре сблизятся. В трудностях перевода, в неловких вечеринках и спонтанных путешествиях, Амели откроет для себя невиданную Японию и научится любить. Винчестер – дом, который построили призраки. Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живёт в грандиозном здании, архитектура которого не поддаётся логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается, и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы, или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по её приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров. Дыши во мгле. После внезапного землетрясения туман, убивающий всё живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыше зданий. Без связи, воды и еды они всё ещё надеются на помощь. Анна и Мэтью пойдут на всё, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придётся спуститься в самую гущу опасной мглы. Как это заканчивается? Саманта Уилл – любящая пара, которая в скором времени ожидает пополнения. Но в их паре существуют очевидные разногласия. Тесть Уилла, Том, плохо относится к своему зятю и частенько придирается к нему по мелочам, да и не радует его переезд дочери в совершенно другой город. Однако противоборствующим сторонам на время приходится позабыть о конфликте, ведь на западном побережье происходит масштабная и шокирующая катастрофа. Повсюду отключается электричество, перестаёт работать аэропорты. Для Тома Уилла становится очевидным – Саманта попала в беду. А вот выручить её будет довольно сложно, ведь вокруг царит хаос, а проблемы с минуты на минуту могут стать и вовсе угрожающими. Мужчинам на время приходится забыть о вражде и попытаться слаженно работать для спасения девушки.